В живописный залив Майя-бэй у тайского острова Пхипхиле вернулись рифовые акулы. Биологи насчитали 60 особей. Экосистема этого места продолжает восстанавливаться после того, как год назад бухту закрыли для туристов. «Наше исследование показывает, что, вероятно, в заливе Майя-бэй они размножаются. Мы увидели, как там у акул рождаются детёныши». Неглубокую бухту давно полюбили дайверы. А после выхода в 2000 году фильма «Пляж с Леонардо Ди Каприо» популярность Майя-бэй стала просто сумасшедшей. «Каждый день приезжало более шести тысяч туристов. Все плавали на лодках, губили залив. Быстроходные лодки поднимают песок над кораллами, разрушают рифы. Из-за большого скопления этих лодок, а их бывало более ста за один раз, уходили акулы». Изначально власти Таиланда закрыли залив на четыре месяца. Однако потом решили не открывать его до 2021 года. Морские биологи надеются за это время восстановить коралловый риф. Он почти полностью обесцветился в результате резкого потепления Андаманского моря в 2016 году. Тогда температура воды достигала 33 градусов. Учёные выращивают новые кораллы из тех, которые устояли в условиях потепления. «Коралл, выживший после обесцвечивания рифа, мы называем суперкораллом. В их тканях есть суперклетки, которые способны выжить при повышении температуры морской воды. Мы приносим их в лабораторию, они растут, а потом их возвращают в естественную среду». Таким же способом биологи за три года восстановили почти полностью разрушенный коралловый риф у острова Куюнг. В заливе Майя-бэй также построят плавучий пирс, чтобы туристы могли сходить на берег, не повреждая кораллы.